Жилой дом, квартира, гараж, место для машины, объект незавершенного строительства, другие здания, строения, сооружения и помещения. Все эти объекты, находясь в собственности у физического лица, облагаются налогом. С 1 января 2020 года в Приморском крае вступает в силу новый порядок расчета имущественного налога. Теперь он будет рассчитываться не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости недвижимости. Разница в том, что инвентаризационная стоимость имущества, она оценилась очень давно, еще органами БТИ, по методике, которая была разработана в советское время. Она очень обобщенная. Эта методика не учитывает рыночной стоимости имущества. Она одна и та же квартира, допустим, в разных районах города, на первой речке Чурки, она может стоить одинаково. А уже кадастровая стоимость имущества – это имущество, которое оценивается, исходя из рынка. Факторов, влияющих на кадастровую стоимость, много. Это год постройки, близость к центру, материал, стен, этаж, качество ремонта. Это массовая, а не индивидуальная оценка недвижимости. На встрече с жителями города, которая прошла в администрации Владивостока, специалисты налоговой инспекции, Центра кадастровой оценки Приморского края и других ведомств рассказали, каким образом будет начисляться налог на имущество физических лиц согласно новому порядку расчета. В настоящее время кадастровая стоимость объектов недвижимости на территории Приморского края определена. Подготовлен промежуточный отчет. Данный отчет размещен на сайте Центра кадастровой оценки, а также на сайте Росреестр Приморского края для публичного обсуждения на 60 дней. В рамках 50 дней могут быть представлены заинтересованными лицами, к которым относятся собственники объектов недвижимости, свои замечания. Замечания представляются до 20 августа 2019 года. Если собственник считает, что расчеты по его недвижимости не верны, он может приложить документы, которые это доказывают, и тогда кадастровую стоимость пересчитают в сторону уменьшения. Сделать это можно либо через МФЦ, либо лично через Центр кадастровой оценки по адресу проспекта Стрякова, 49, либо через портал госуслуги. 32-я глава налогового кодекса Российской Федерации вступила в силу еще с 1 января 2015 года. Во многих регионах собственники уже свыклись с новым порядком. В Приморском крае местные законодатели дали населению отсрочку, решив повременить с изменениями налогообложения для физических лиц. Также можно через поисковую систему, просто вбив в поиск кадастровый номер своего объекта недвижимости, увидеть кадастровую стоимость, проверить этажность и все, что с этим связано. Год постройки дома и при наличии замечаний подать. Опять же, обращаю внимание, что замечания должны быть обоснованными. Эксперты поясняют, если собственник до вступления в силу изменений законодательства платил 2000 рублей налога в год за квартиру в центре города, то теперь эта сумма может возрасти в 10 раз, до 20 тысяч. А вот сумма налога за квартиру на окраине уменьшится. Специалисты отмечают, паниковать собственникам не стоит. Кадастровая стоимость объектов в большинстве случаев меньше рыночной. Кроме того, сохраняются действующие льготы по налогу на имущество. На них имеют право 15 категорий граждан. Они освобождены от уплаты налогов. Прежде всего, это участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, инвалиды с детства и инвалиды первых и вторых групп, пенсионеры и владельцы дачных построек площадью не более 50 квадратных метров. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.